Народная славянская радио Всем здравия, друзья мои! Сегодня 16 мая 2017 года, вторник по одному из современных календарей, по одному из старин 35-й день месяца посевного речения 7525-го лета шестица. С вами Алексей Яров, Народная славянская радио. И мы начинаем общение на свободную тему. Помогает мне сегодня Светлана. Здравия тебе, Светлана! Да, всем здравия! Вот, и по возможности будешь зачитывать вопросы, чтобы мне не отвлекаться, и следить за чатом, а я уже буду тогда отвечать на то, что ты зачитаешь. Пожалуйста. Да, хорошо. Вопрос от Вестника Богов. Алексей, родовые связи, как правило, восстановить… Как правильно восстановить родовые связи? Какой базис должен быть с детства, чтобы не было нарушений духовной связи с родом? Это первая часть вопроса, да? Это первая часть, да. С одной стороны вопрос достаточно сложный, а с другой стороны очень простой, элементарный. Дело в том, что никто родовых связей никогда ни с кем не рвал. Как только родовые связи были бы порваны, сразу бы человек перестал существовать. Поэтому другой вопрос, как пользоваться правильно этими связями. И вот тут, наверное, надо себе представить, что человек — это довольно-таки интересное существо, и в зависимости от того, какое у него предназначение, то такие функции на него возлагаются. И, исходя из этих функций, точно так же и проявляют в себе родовые связи и умение ими пользоваться, умение взаимодействовать с ними. У нас давненько уже было рассказано о том, что есть так называемые варны. Варны, напомню, это предназначение человека по жизни. И каждая варна соответствует каким-то устремлениям и каким-то потребностям человека. Самая первая варна, не низшая, как её называют, а самая первая варна прохождения в этом пути на уровне человека, это варна житий или кто-то её называет смерды. Ничего страшного такого плохого нет. Это умение владевать энергиями жизни, умение взаимодействовать с людьми, защищаться, обороняться, строить дом, продолжать свой род и так далее. То есть базис, который необходимо человеку здесь на земле получить. Вторая варна — это варны весей, мастеровых, которые уже способны здесь что-то производить, они её видят уже немножечко дальше, нежели чем просто обороняться, выкупляться, строить дом и взаимодействовать с другими людьми. Здесь уже мастерство проявления творцы. Это уже подготовка к тому, чтобы быть азом. Следующая варна — это уже витязи. Для того, чтобы в этой варне присутствовать, необходимо пройти первые две варны. Витязи — это не те, кто сражаются в первую очередь. Витязи — это управленцы. На поле боя — это офицеры, генералы, маршалы. В мирное время — это управленцы, которые могут создавать что-либо, управлять кем-либо и так далее и тому подобное. Это могут быть даже какие-то руководители царств-государств, держав и других каких-то образований. И последнее варна прохождения здесь, на Земле — это варна жрецов. Жрец прошёл себе три варны до этого, и уже на последнем своём этапе он делится своим накопленным опытом. Он может выступать как волк, он может выступать как учитель, может выступать как ведун. Вариантов огромное количество, все перечислять не буду. Его задача — отдать то, что он накопил в виде писаний, в виде учеников, и спокойно уйти на следующий путь совершенствования. Сразу же скажу, что бывали случаи такие в древние времена, когда люди жили по совести воду с природой, что за один присест, за одну жизнь, которая длилась не 60, не 80 лет, а намного дольше, удавалось пройти все четыре варны и спокойно отсюда уйти. В принципе, белый человек, без указаний на какие-то другие народы, и не тыкая пальцем кто-то лучше, кто-то хуже, просто белый человек, у него такое было предназначение, чтобы за одну жизнь пройти все четыре варны и уйти. Так вот, возвращаясь к родовой связи. Дело в том, что... Сейчас промотаю немножко назад, то есть уже вопросов очень много приближало. Вот, дело в том, что изначально ребёнок имеет, все эти связи имеют предназначение. И для того, чтобы он начал духовно развиваться, необходима помощь его родителей. Но, сами понимаете, на сегодняшний момент родители сами находятся в состоянии детей, которые вроде бы подросли, но ничего толком не понимают, что творится в этой жизни, ничего толком делать не могут. Поэтому здесь необходимо самому ребёнку, который уже варного немножечко выше, чем житие, самому ребёнку постигать этот мир, искать себе учителей, искать себе наставников, искать ту литературу, которая поможет ему развиваться, развивать свою чуйку. Поэтому ответить однозначно вестнику богов о родовых связях, как их восстановить, ну, я сказал, что в основном надо просто научиться пользоваться, какой должен быть байз с детства. Вот здесь невозможно, не зная, поскольку задаёт вестник богов, не зная его основы, что у него было в жизни, в детстве. Но поскольку человек слушает Народное славянское радио, смотрит другие интересные, я уверен, порталы и другую получает информацию, то в этом случае он уже находится на правильном пути, и в этом случае всё у него уже хорошо, движение происходит. Есть какие-то более узкие направляющие. Например, когда мне просят проводить какие-то занятия, я показываю некие упражнения и провожу какие-то семинары для того, чтобы рассказать уже более конкретно на деле, как прочувствовать эту связь, как уйти от страхов телесных, как включить царя в голове и как уйти от негатива, то есть от плохих мыслей, и в этом случае стать хозяином своей жизни. Поэтому просто говорить о том, что давайте-ка жить по праве, давайте-ка жить по совести, это можно бесконечно и долго. Но это будет мне напоминать мультик про кота Леопольда, который всё время говорил, ребята, давайте жить дружно. А те вот два мышонка, они всё время им вредили, потому что они слышали слова, но как жить дружно, они не понимали. Им хотелось всё время что-то делать такое, что их удовлетворяло, их радовало. А коту это очень не нравилось, но он был терпеливый, такой терпелый был толерант, и поэтому всё так вот затянулось несколько серий. Так вот, для того, чтобы не повторять этот мультик, я стараюсь делами показывать, как это можно что-то восстанавливать, что-то воспроизводить, что-то почувствовать, а не просто читая лекции. Говорить про то, как жить хорошо, я могу очень долго, но при этом это будет всё бестолково. Ну, к примеру, скажу, давайте включим царя в голове. Сразу встанет вопрос ответственника богов и других, как его включить, а что это такое, каким образом и так далее. А вот когда уже на семинаре и на практике я показываю, тогда людям становится что-то понятно. Поэтому я предлагаю такие вопросы общие не задавать, чтобы не тратить время, а просто-напросто заняться уже практическими действиями. Если какие-то будут желания, чтобы каким-то образом я их показал, я их покажу. Дальше. Так, теперь здесь много вопросов по ситуации с Иваном Павловичем, Неумывакином. Можно я их прочитаю? Ну, все без упоминания имён там. Да, обобщи давай. Да, обобщи давай. Так, Алексей, поясни, как там движется дело о помощи Ивану Павловичу. Как сейчас дела у Неумывакина после эфиров о нём? Какие новые сведения? Сколько денег насобирали? Как его состояние? Что ещё надо для помощи? И вопрос в эфир — это от Алёнушки. Такие ситуации, как произошла с Неумывакином, просто так в жизни не приходят. Тем более в преклонные лета, после стольких достижений. Какой урок из этой ситуации можно извлечь, в том числе и для нас? Итак, здесь, насколько я понимаю, два основных вопроса. Первый вопрос — это что творится с Неумывакином, что происходит, какая помощь была оказана, сколько денег пришло, и так далее, и так далее. И второй вопрос уже о том, а почему это всё прилетело. Но давайте разберём простые вопросы для начала. Первое. Значит, как развивались события? Когда я увидел ролик о том, что беда случилась, и было обращение, где Иван Павлович слово не произнёс, просто на доске был написан счёт, и за него было сказано, что тяжёлая ситуация, то в этом случае, поскольку была до этого на связь с ним, меня это очень сильно заинтересовало. Что же такое-то, почему? Дело в том, что ничего в ролике подробнее было рассказано. И тогда мы договорились с Юлей, что она съездит к Ивану Павловичу и с камерой, с ноутбуком, и заснимет. Набрали деньги на такси, она приехала к нему домой, связались, он согласился нас принять, значит, приехал к нему домой, привезла всю аппаратуру, камеру, компьютеры, ну и всё, что там необходимо, штативы. Был помощник, который помогал ей в этом деле разобраться, и потом ещё подъехал другой человек, который её уже отвёз, потому что клич был брошен на то, чтобы не на такси возить, неизвестно, чтобы свои люди. Так что всё сложилось. Но там происходил интересный момент, так это просто предыстория, о том, что ни с того ни с сего, значит, по скайпу видео не удалось записать, мне пришлось записывать просто звук. Иван Павлович, поскольку помимо зрения у него ещё худшился слух, он не слышал то, что я задавал в скайпе через ноутбук, поэтому Юля полностью выступала как журналист, она задавала вопросы. Но Иван Павлович известный нам человек, он на один вопрос отвечает очень долго, поэтому на вопрос «как у вас дела?» он в течение 20 минут просто вот так вот говорил, 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 и в принципе всё рассказал. Сама беседа была 2.20 или 2.30, 2.20 или 2.30 минут. В эту беседу вошли не только объяснения того, что у него произошло и как это всё произошло, но ещё он позаботился, как всегда, о людях, рассказал какие-то свои наработки, рассказал о том, как надо себя вести в каких-то ситуациях по здоровью. В общем, человек заботится о людях, продолжает заботиться, несмотря на то, что он находится в такой жизненной трудной ситуации, и то, что он, в общем-то, полуглухой и практически ничего сейчас не видит. Причём у него оптимизм такой полный. Он говорит, вот теперь у меня будет возможность попробовать самому на деле восстановить себе зрение, чтобы начать видеть. Вот у меня там методика в голове созрела, буду сейчас её пробовать. То есть, боец, боец. Это что касается, как всё происходило. Потом, поскольку у Юли компьютер очень старенький, и большого очень объёма фотоаппарат снимает видео, там гигабайтами всё измеряется, то сразу ко мне видео не попали, а помогать человеку необходимо было. Поэтому я взял аудиозапись робота, Алла подключил, он обозначил начало, конец, и после этого я запустил аудиозапись, наложив картинки. У многих людей, ну, нельзя сказать, что у многих, как-то я немножко горячусь, у некоторых людей появилось сомнение, почему нет Ивана Павловича. Ну, все привыкли о том, что видео, да, как-то от радио уже отвыкают, все привыкли видеть картинку. Почему Иван Павлович не показан? Почему какие-то фотографии? А не фейк ли это? Какой там счёт указан? Причём он доходил до каких-то таких прям баталий там в разных чатах каналов Ютуб, потому что ролик разошёлся по интернету, там я так уже посмотрел более 100 тысяч, может быть, даже ещё больше просмотров по разным каналам, вот. И иногда просматривая, приходилось отвечать на вопросы. Нет, ребят, это не фейк, это всё по чести, это всё по правде. Ну, а почему тогда Иван Павлович нет? Я отвечал, что пока только аудио, скоро будет видео. Вот такие перипетии были. Потом у меня, когда появилась первая часть видео, я быстренько сдал все ответы на самые острые комментарии и показал вот тот ролик, который ко мне пришёл. После этого уже Юля собрала полную первую часть, где в этой части был добавлен кусок, который уже по окончании всех съёмок Иван Павлович решил добавить, где он рассказал имя, фамилию, отчество Пачерицы, даже указал адрес, вот. И поэтому полный ролик, он длиннее, нежели того, который был во втором видео, во второй версии видео, где же я показывал кадры из этого ролика. Вот. Сразу хочу всех попросить и всех предупредить о следующем. Мы никогда и никого не призываем каким-либо действием незаконным в отношении каких-либо людей. Как бы вы не были злы на этих людей, как бы вы не считали, что они полные мерзавцы и негодяи. Не надо никого подкарауливать нигде, не надо устраивать какие-то блокады на лестничной клетке, не надо мазать дверь всякими фекалиями и прочим по тому адресу, который Иван Павлович назвал. Почему? Потому что это проблема не решит, а проблем кое-кому может добавить. И в частности проблем может добавить нам, потому что могут посчитать, что мы кого-то науськивали, мы выложили это для того, чтобы вы начали мстить. Нет. Мы в очередной раз призываем. Не надо никакого самосуда, не надо никаких острых действий. Вот. Это что касается того, как это всё происходило. Теперь. Какая сумма набрана? Друзья мои, я не могу отслеживать, какая сумма набрана, потому что я не являюсь владельцем счетов Ивана Павловича. Знать только сумму, которая была получена, может сам Иван Павлович. Одно могу сказать, что некоторые суммы, некоторые суммы приходили на наш счёт с пометкой для Неумывакина. И эти суммы сразу же отправлялись на ту карту, которая была указана. Без каких-либо задержек, без каких-либо остановок. Опять же, этим я не занимаюсь, я в финансовые вопросы вообще никаким образом не влезаю. Этим занимается наш казначей, которому я всецело доверяю и который, в общем-то, порядочный человек. Это касается финансовых вопросов. Какие-то деньги ещё тоже спрашивали. Вот я перечислил там 50 тысяч, я перечислил туда, дошли деньги или не дошли. Не знаю, друзья мои. Я, ещё раз говорю, не владею информацией. С Иваном Павловичем по таким вопросам с каждой минутой связываться не буду. Так, дальше. Какая ситуация после эфиров, после того эфира? Юлия связалась с Иваном Павловичем, он поблагодарил за содействие. Он ездил в Крым там по делам и вернулся. Он согласился иногда выходить с нами на связь по скайпу, как только у него появится такая возможность, когда там интернет у него появится и какое-то средство связи, и иногда отвечать на какие-то вопросы. Надеюсь, что это всё произойдёт и произойдёт достаточно скоро. Ну, опять же, по мере возможности, потому что слух в разговоре очень важный, играет роль, и поэтому, если Иван Павлович нас будет слышать нормально, то в этом случае мы тоже подключимся и его услышим. Теперь, что касается вопроса в эфир, ситуации, как произошла с Нему Ивакину, просто так в жизни не происходит, тем более в преклонные лета после стольких достижений. Какой урок из этой ситуации можно извлечь, в том числе и для нас? Значит, для нас можно извлечь несколько уроков. Как говорил мой учитель, давным-давно дурак учится на своих ошибках, умный на ошибках дурака. Если вы относите себя к первым, то в этом случае никогда не ломайте себе голову по поводу, какие уроки извлекать, просто ломайте голову об стенку. Если же вы относитесь к второй категории, то в этом случае тогда надо сделать следующее. Первый. Та семья, которая является вашей первой, с ней необходимо поддерживать нормальные связи. И просто так разрывать отношения нельзя. Это первый урок. Второе. Даже если его называют папочкой или папулечкой, это не означает то, что это ваш родной ребёнок. Третий урок. Не старайтесь излишне оберегать ребёнка и делать за него какие-то добрые, как вам кажется, дела. Потому что тем самым вы уничтожаете душу ребёнка. Об этом есть заповеди славянские. Их читать сейчас не буду. Прочитайте сами. Там всё конкретно написано. Просто вот чёрным по белому. Не разрушайте душу ребёнка своими поблажками и так далее. Вот третий, четвёртый вывод для нас, для всех, что каждый из нас сейчас первый прошёл урок доверия-недоверия, когда первый ролик появился. И стало понятно, кому можно доверять, кому нельзя доверять. Урок номер два. Многие проявили здравомыслие, позвонили в центре имени Неумывакина, и там им дали ответ, что да, это правда. Кто-то просто перевёл рубль и увидел, что написано «Иван Павлович Неумывакин», то есть на его имя. Кто-то ещё там сравнил просто голоса, голос Ивана Павловича в других роликах с голосом, который звучит здесь. И когда сложили всё вместе, получилось, что всё сходится, ребёночек наш. И тогда помощь стали оказывать. Кто-то не включил здравомыслие, кто-то просто стал критиковать, говорить, что это фейк, что это всё ерунда, что вы там всё придумываете, вы мошенники, вы лжецы, и ролик у вас мошеннический, ну и так далее. То есть в данном случае произошло такое расслоение на здравомыслящих, на тех, кто сомневается, на тех, кто или занимается отрабатыванием денег, черня и славянское радио, и доброе имя Ивана Павловича. А кто-то просто повёлся на это на всё. То есть вот этот урок очень важный. Если его прошли люди, это означает то, что не всё так плохо. Это означает то, что мы находим способы выхода из сложившейся ситуации. То есть наконец-то мы начинаем включать здравомыслие и выходим из-под пресса вот этого цивилизационного морока, который нас погрузили. Ну и последнее, что, наверное, каждый из нас может вынести из этого, то, что если человек, который помогал всем нам, оказался в трудной ситуации, то совесть подсказывает — надо помогать. И сейчас, как у десантников, никто кроме нас. Вот этот девиз должен быть важным и неотложным в сторону. Потому что если это не сделать, то как раз вот то, что называется кармическая связь, будет очень неприятной. Потом наложат какие-то очень неприятные последствия. Так, дальше. Ты зачитаешь там про от Алёнушки вопрос? Да, вопрос от Алёнушки. Какую работу нужно проделать с родом, чтобы решить финансовые проблемы, долги? Значит, работу с родом вы должны проделывать постоянно. И всегда первое, что необходимо делать, это принимать ситуации, как они есть. Всегда любые ситуации даются вам по мере ваших возможностей, ваших способностей. Никогда ситуация по нагрузке больше той, которую вы можете выдержать, вам не дастся. Первое. Второе. Необходимо понять следующее. Почему принимать ситуации? Потому что, скорее всего, что-то прилетело из прошлого, вашего деяния и как в этой жизни, так и в каких-то прошлых жизнях. Если вы это отвергаете, это означает, что вы не хотите этот урок проходить. Поэтому взаимодействовать с родом нужно по многим причинам, в том числе и по этой. Если вы пытаетесь от рода отказаться, если вы о нём не помните, то в этом случае тогда ни о какой помощи, ни о каком разрешении ситуации вообще мечтать невозможно. Поэтому с родом надо взаимодействовать всегда и не только по финансовым проблемам и долгам. Дальше. Что касается уже конкретно финансовых проблем и долгов. Опять же, ситуация у каждого своя конкретная. Надо рассматривать, что, когда было, где, в каких случаях вы что-то сделали так или не так, почему вы это получили. Очень часто долги в сегодняшнем нашем мире списываются за счёт негодяев, которые когда-то что-то награбили. Но для этого вам необходимо быть как минимум на светлой стороне и необходимо строить то, что сейчас необходимо для всех наших родов. На мой взгляд, это необходимо и называется держава. Когда вы включаетесь полностью без оглядки в этот труд, работу здесь трудно назвать, труд, то в этом случае тогда многие долги списываются очень просто, появляются какие-то ситуации, выводящие вас из этого, появляются денежные возможности, какой-то заработок, предложение и так далее. Потому что сейчас просто так, если человек сказал, что он на стороне богов светлых, просто так слов сейчас недостаточно, необходимо подкрепление. Я уже как-то рассматривал в одной из передач то, что многие люди называют себя светлыми, пушистыми, но при этом продолжают жить не совсем так, как это необходимо. И в конечном итоге получают удары граблями по спине, по голове и наступают на те же самые грабли. То есть в данном случае чуть-чуть опоздать на поезд невозможно. Можно или в него сесть и ехать, либо опоздать вообще. Если вы играете и нашим, и вашим, то в этом случае вы просто являетесь проституткой. В этом случае вы особо там не нужны. Проституции до этого хватало. Продавали своё тело, продавали свои мысли, свою волю, чего угодно, душу. Сейчас времена настали другие, и спрос идёт очень быстро, и реакция идёт очень быстро. Поэтому для того, чтобы решить финансовые проблемы, необходимо понимать, на чьей-то стороне необходимо не на словах, а на деле это делать. Делать безвозмездно, по принципу «сделать доброе дело, отпусти его в воду». И тогда всё начнётся решаться. Начнутся решаться, я так понимаю, здесь ещё, поскольку есть финансовые проблемы, это говорит о том, что Алёнушка не совсем, скажем так, в семейном союзе находится, или совсем не в семейном союзе. Это говорит о том, что когда будет устремление работать и трудиться в взаимодействии с родом, в конве рода, то в этом случае тогда род даст того спутника, который поможет во многом эти проблемы решить. Ну, это как один из вариантов. Дальше, читай, пожалуйста. Так, вопрос от Баяна. Алексей, слишком много информации собралось в голове про правильное питание, голодание, сыроедение, молоко и мясо. Познакомился с лекциями заболотного, в частности, про чубаже. Ознакомь, пожалуйста, как всё-таки человеку правильно питать своё физическое тело, откуда получать белки и жиры или это всё выдумки. Благодарю за полезное дело, которое творишь. Благодарю, Баян. Значит, ситуация вот какая. Если бы я лично не знал людей, которые уже много лет ничего не едят и даже некоторые не пьют, я бы, наверное, задумался, а как, чего это происходит. Но на сегодняшний момент у меня никакого сомнения нет. Человеческий организм настолько интересная штуковина, настолько интересный сам по себе генератор и механизмам, что ничего удивительного в том, что внутри происходит холодный ядерный синтез, не термоядерный, как многие говорят, термо — это уже тепло, а холодный ядерный синтез и преобразование энергии включают свои генераторы. Вот для меня это не является каким-то сверхчем-то естественным. Вот, поэтому отвечаю уже конкретно по тому, где берутся белки, жиры и так далее. Давайте просто обратим внимание, какие животные самые крепкие, самые мощные на Земле. Вы будете, наверное, удивлены, когда начнете анализировать, но это не те, кто питается мясом, это те, которые питаются травкой, те, которые питаются плодами. Вопрос — откуда у этих здоровых существ, слонов, мамонтов, буйволов, быков, жирафов, берётся энергия, откуда они получают белки, жиры и так далее, и тому подобное. Вот, ну, получают оттуда же, откуда и может получать человек. Но дело в том, что человек — более всеядное существо, которое имеет признаки и плотоядного, и травоядного, и плодоядного. Поэтому выбор у нас достаточно широк, достаточно большой. Но есть определённые специфические особенности. В отличие от хищников, всё-таки у нас и зубки чуть-чуть, да, намёки есть, но чуть-чуть не отличаются. Были, проводились эксперименты, когда один тут товарищ долго кричал о том, что я вот хищник, я буду питаться мясом. И мы сказали, ну, вот тебе кролики, пожалуйста, четыре штуки, как хищники, без ножа, без вилки, без ложки, без топора. Приготовь их себе, без огня, ты же хищник. Ну, в общем-то, закончилась плачевная сцена. Он там одного кролика поймал, придушил, долго-долго пытался разгрызть его, но в конечном итоге плюнул на это дело, потому что у него был полный рот пуха и, в общем-то, бедный кролик задохнулся, конечно, сдох, но он его съесть не смог. Это говорит о том, что оставшись просто так в природе, без ножа, без вилки, без топора и так далее, без других средств, просто так вот разделывать мясо, одними зубами как-то делают хищники или при помощи когти, когда хищники не получат, но какие-то инструменты есть. Дальше сырое мясо, всё-таки это здорово, всё отлично, там есть энзимы, это ещё усвоится, а вот уже там варёные и жареные, они приобретают совершенно другие свойства, те самые свойства, о которых многие диетологи и врачи не говорят. Если вы послушаете любого диетолога, он вам скажет, вот необходимо употреблять столько-то грамм мяса для того, чтобы получить белок, чтобы получить какие-то аминокислоты. Но когда я встречался лично с некоторыми диетологами, задал вопрос, скажите мне, пожалуйста, уважаемый, там с профессорами даже были разговоры, вы про какое мясо говорите? Он говорит, я говорю про сырое. Хорошо, вы говорите про сырое. Скажите, пожалуйста, много ли вы знаете людей, которые едят сырое мясо? Он такой, да нет, в общем-то, ни одного не знаю. Я говорю, а почему же тогда вы говорите про сырое? Ведь мясо употребляется в жареном, вареном, пареном виде. Он говорит, ну да. Я говорю, а сколько остаётся полезных веществ в вареном, жареном, пареном мясе? На что диетолог очень не один, а многие диетологи начинают так смущённо говорить. Ну, в общем-то, да, в общем-то не так много. Я говорю, ну зачем тогда у людей вводите в стопор? Зачем тогда у людей вводите в обман? Он говорит, «А я как-то об этом не думал». Это говорит не один человек, говорят многие диетологи. «Я как-то об этом не думал». То есть, получается следующее. Когда человек употребляет варёное, жареное мясо, то там уже нет того, о чём говорят многие диетологи. Это надо всё понимать. Поэтому в сыром виде вы можете употреблять мясо. И такие народы известны, которые употребляют мясо в сыром виде. Ну, как правило, они его или вялят, или они его замораживают, дальше струганину делают. Но вы обратите внимание на то, какой длинный век, в кавычках, у этих людей, насколько они долго живут. И посмотрите, ну, здоровье и так далее. Посмотрите на людей, которые не питаются мясом, которые живут достаточно долго, счастливо, болезни у них нет. Просто сравнивайте, сколько уже было описаний про различные племена, которые не питаются мясной пищей, при этом жизни у них достаточно долго, при этом у них детородный возраст продлевается. Не 40 лет, например, 60-70, они спокойно рожают, всё нормально, замечательно. Болезни нет, зубы крепкие, кожа здоровая, глаза нормальные. На себе я испытал, когда перешёл на сознательное вегетарианство. Следующее, у меня прошло множество болезней, которые изначально были, прошла чистка организма. И, в общем-то, многое из того, что меня когда-то преследовало по жизни, оно от меня ушло. Я помахала мне ручки и сказала, мы с тобой больше не друзья. Почему я слишком сильно не стал расстраиваться. Так что, если вас интересует вегетарианство или сыроедение, или что-то ещё, первое, что необходимо делать? Необходимо понять, что это должно быть всё осознано. Никакого фанатизма не должно быть. Не надо никому открывать Америку, если вас не спрашивают. Не надо никому ничего доказывать. Не надо никого в чём-то обвинять или что-то там кому-то говорить. У меня, например, дети, они едят мясо, и я нисколько на них не наседаю. Вот они приезжали, например, там жарили шашлыки. Ну, там не шашлыки, а сосиски какие-то жарили. Я нисколько на них не наехал. Но я обратил внимание, что личный пример даёт следующие эффекты. Уже то, как они ели, например, два-три года назад, и как они сейчас употребляют, разница колоссальная. То есть без наезда с моей стороны, с моей супруги, они спокойно начинают это осознавать, они начинают задавать вопросы. А почему так? Вы столько лет уже это не едите, и почему вы перестаете болезнь, а вот у нас тут болезнь, у нас тут проблема. То есть не надо никому ничего доказывать. Своим примером вы можете кому-то что-то показать. Доказывать ничего никому не надо. Так что вот так. Если кто-то кому-то пытается что-то доказать, это говорит о том, что он просто-напросто невежда. Запомните, ведущий человек никому ничего не доказывает. Ведущий человек — это мудрый человек. А мудрость заключает не в том, что громче всех орать или бить кого-то по голове, а в том, что просто так жить и своим примером кому-то что-то показывать. Так, дальше здесь ещё кусочек. Пожалуйста, какие задействоведы лучше всего почитать? Нет, это следующие уже. Ну нет, а почему? Здесь я вроде... А, это следующие уже? Да, это следующие океаны. А, подожди, я что-то ещё там не ответил, да, получается? Да. Или я всё ответил? Правильно питать? Белки, жиры или это выдумки? А, ну вот, да. Ещё тогда маленькое дополнение к тому, что, смотрите, помимо того, что вы в себя засовываете, есть ещё так называемый мыслительный процесс. И никто нас этого мыслительного процесса не освобождал. Если человеку, скажем так, нечего есть… Ну вот как я размышляю, да? Первое, что необходимо человеку хорошо бы получать, это энергию Земли, энергию Солнца, энергию, окружающую нас. Не все люди, и я в том числе, способны полностью её принимать. Не у всех генераторы запущены, как, например, у параноедов или солнцеедов. Но, во всяком случае, есть посредники, которые нам её могут представить. Это кто? Это растения. Они получают и из Земли, и от воды, и от воздуха, и от солнышка всю необходимую энергию. Поэтому чем у вас больше будет рацион растений, растительная пища правильная, здоровая, без химии, тем лучше будет для вас. Это первое. Второе. Кто эти растения поедает? Он носитель уже третичной энергии. То есть первичное солнышко, вторичное растение, третичное у этих животных, насекомых и так далее. Да, их тоже можно поедать, если вы не можете или не знаете, какое растение скушать, не можете найти или не знаете, как его скушать. Дальше те, кто уже поедает это, вот этих вот, это уже четверичные растения. Но там уже, как сказать, как в анекдоте про мартыш, который раз там третий раз, или второй, или третий раз банан ела. Да, вот из этой же серии. Но, ещё раз говорю, мысль первична всегда. И даже если вам нечего есть, вы попали в очень трудную ситуацию, то в этом случае по ведам допускается умерщвление животного ради спасения жизни человека, потому что человек выше любого животного, в том числе и разумного животного. Как бы это противно и гадко не звучало. Но просто так употреблять животное, просто из-за того, что нравится вкус, это создавать себе кучу-кучу проблем. Это если уж по ведам, да, там будет вопрос. Поэтому я смотрю так. Передо мной есть множество источников питания, но я выбираю тот, который для меня из доступных более полезен. Не будет более полезного, буду есть, который полезен. Не будет полезного, буду есть, который менее вреден. Не будет возможности, я или буду голодать, или уже на крайняк съем то, что вредно, но я наработаю так пространство, чтобы его переработать, помочь себе переработать. Поэтому ещё такая мысль надо приходит, которая спрашивает, как там относятся к коровам, к свиньям, к уткам и так далее, чтобы их съесть. Я говорю, ребят, ну, смотрите, давайте, если уж такой вопрос задаёте, давайте практично относиться к жизни. Не с точки зрения вет, не с точки зрения тонко чувствующего человека. Нет, практично. Вот так вот взяли, всё убрали, душу, совесть, просто практика осталась. Представьте себе, что вот травка-муравка, она растёт, она сейчас появилась сезоном, вы её едите. Плоды какие-то появились, вы их едите. А при этом животные хорят, телёночек родился, оленёночек родился, козлёночек и так далее. Они хорят, они растут и так далее. Это уже, если убираем душу, ещё раз говорю, совесть и многие другие параметры, остаётся просто такая вот умность для чёрствых людей. Относитесь к ним как к источникам питания в виде ходячих консервов. Ну, каждый день консервы есть вредно. Ну, не надо каждый день консервы есть. Оставьте их на тот момент, когда уже нечего будет есть. Вот тогда, пожалуйста, кушайте. И примеров тому огромное количество. Если взять старые поваренные книги где-нибудь так 1700-1800 годов, то в этом случае там будет интересно указано о том, что огромнейшее количество блюд именно с растительной пищей и только несколько блюд с пищей животного начала. А уж со свининой там один или два раза что-то встречается, и с кабанятиной встречается, как, насколько я помню, итальянские или испанские блюда, там вообще какие-то заморские. Ну вот, в общем, со всех сторон, я так разрисовал, вы не думайте, что я с кого-то агитирую за советскую власть. Болеть не болеть, быть здоровым, не быть здоровым, что кушать не кушать – это ваше дело. Никого не имею, принуждать ни к чему. Так, следующее. Реплика в эфир от Тианы. Алексей, благодарю тебя сердечно за то, что ты делаешь, за твою работу. Подскажи, пожалуйста, какие издательства ВЕД лучше всего почитать? Что понравилось именно тебе? Ведь изданий большое множество. Сердечно благодарю. Я на этот вопрос отвечать не буду. Почему? Потому что некоторые экземпляры ВЕД попали в запрещенные, я не имею права их рекламировать. Все остальные ВЕДы в достаточно большом количестве присутствуют, но, опять же, рекламировать, какое издательство, я не берусь. Я предлагаю каждому включить просто здравомыслие. Как-то у нас был разговор не так давно, буквально неделю-две назад. Пригласили меня приехать, там были очень хорошие люди, и как-то за столом мы сидели, общались, и ко мне был задан вопрос примерно такого же плана. Там упоминалась фамилия одного известного человека из Сибири. Там были сказаны, что вот, ахинея была им написана и так далее, и тому подобное. Я говорю, подожди, давай так секундочку. Мы с тобой взрослые люди. Вот у меня может быть много претензий к этому человеку. Может быть, вообще не быть претензий. Мы сейчас это не рассматриваем. Мы сейчас не рассматриваем человеческие факты. Мы рассматриваем то, что было сделано. Теперь давай ответить на вопрос. Что разрушительного для державы, для твоего рода в том, что он сделал? Не как человек, который живёт просто своей жизнью, а как, грубо говоря, издатель. Издатель какой-то литературы. Человек посидел так это, причём там сидели другие, этот вопрос был не только ему. Посидели так это, почесали головы. Говорит, да в принципе ничего. И говорит, отлично. Есть ли там что-то такое, что укрепляет наши рода и делает нашу державу крепче? Опять так головы, лбы наморщили, почесали. Говорит, есть. Говорю, много? Много. Говорю, вопрос теперь. Почему тогда к его творчеству, к его издательству вы относитесь отрицательно? И всё. Вопрос сам сед. Я предлагаю поступить таким же образом каждому из вас. Когда перед вами оказывается какой-либо сборник с какими-то умными писаниями. Неважно, это веды или сказки. Или просто какая-то билетристика. Неважно. Вы всегда смотрите на то, какую пользу, какая польза содержится здесь, какую пользу это издание вам принесёт. Если там есть польза, берите эту пользу. Если вы видите, что это не польза, а скорее всего увод в сторону, то в тот случай откладывайте это тоже в сторону. Принцип очень простой. Относитесь к изданию с точки зрения здравого смысла. Несёт это пользу вам и вашим родам? Несёт это пользу державы? Значит, это правильное издание. Если вдруг мы видим, что там пошла какая-то чернуха, если мы видим, что там идут какие-то сомнительные предложения, предположения и так далее, то в этом случае как минимум в сторонку отложите для того, чтобы из другого источника получить информацию и сравнить. Потому что очень часто бывает следующее. Нам кажется, что это ерунда. Потом мы где-то натолкнулись в что-то другое, оценили, посмотрели, и оказалось, что, оказывается, там не совсем была ерунда. Мозги наши часто бывают забиты чем-то непонятным, поэтому вылить содержимое стакана, то есть тех знаний, информацией, которые были у вас, иногда трудновато. И на это нужно время. Так что относитесь с точки зрения здравомыслия. Если это полезно вам, если это делает сильнее наши рода, сильнее нашу державу, это правильно. Если это разрушительно, если вы видите, что там что-то не то, то в этом случае остерегайтесь, откладывайте в сторону. Ну как-то так. А я подумала, может, Тиана спрашивала там про Махабхарату или там Самоведу, Ригведу. Нет? Да нет, я же сказал, что огромное количество изданий, но что я сейчас буду перечислять всё это? Я думаю, что вот таким же образом. Просто открывайте и смотрите. Первое, попробуйте понять, откуда это взяток, когда это был сделан перевод, кем это был сделан перевод. Если вы видите, что это перевод от перевода, потому что кто-то уже давным-давно перевёл и перепереперевёл, то в этом случае, наверное, здесь уже толку мало. Если же вы встречаете первый источник, то в этом случае тогда относитесь к нему уже с каким-то, ну как минимум, уважением. Трепетать ни перед чем не надо, но уважением. И изучайте. Сейчас огромное количество нужной информации, которую можно изучать, можно просматривать. Поэтому просто так вот брать со своей стороны и тыкать пальцем я не собираюсь. Так, следующий вопрос от Надежды Тишаковой к теме о питании. Почему узники Бухенвальда умирали от истощения? И современные девушки, стремящиеся к идеальным, по их мнению, формам, заболевают, а впоследствии и умирают от анорексии. Просто умирают, не достигнув никакого просветления. Так вот ключевое слово — просветление. Как говорится, хочешь ответить на вопрос, внимательно послушай его. И в любом вопросе будет уже очень много правильного, то, что нужно будет просто в ответе подчеркнуть. Именно не просветление. Дело в том, что я, когда отвечал по питанию, я сказал, что мысль, она очень важна, в некоторых случаях и первична. Я привёл примеры и своей жизни, как я мыслю, и жизни других людей. Если человеку сказать, что ты умрёшь от голода, и не давать ему есть, он умрёт от голода. Если у человека включается механизм разрушения из-за того, что ему просто отвратительна еда, потому что он хочет быть более стройнее, а что такое стройность, он не понимает, он себя будет уничтожать. Отсюда и появляются психические проблемы, психологические проблемы, связанные с анорексией и с другими заболеваниями. Если же человек понимает, что питание — это такая интересная стабстанция, которая необходима, но питание может быть разное, в том числе энергетическое, то есть силовое, которое нас окружает из окружающих полей, то в этом случае он не страдает анорексией, и он, как в Бухенвальде, не погибает. Очень здесь важен элемент страха, его отсутствие. Что такое страх, откуда он берётся? Пожалуйста, смотрите первую мою лекцию «Радовань, как жить без страхов», там это всё рассказывается, если кому-то непонятно, задавайте вопросы. Я тоже сейчас что-то расскажу. Может быть, сниму, кстати, дополнение, там поступили интересные уточнения о том, а как же теперь это всё развивать и как это всё выстраивать. Вот, может быть, по этой ещё теме сниму какой-то ролик перед кем-то. Ура-ура. Да, потому что это важный вопрос, и одно дело рассказать, откуда всё это берётся, другое дело уже начать управлять телами, начать управлять своими мыслями и приучать себя. Это очень важно. Я думаю, что ответил. Мысль есть всё. Какую мысль вы в себя заложили при помощи кого-то, в общем-то, такая у вас будет жизнь. Если вам сказали, что вы умерёте от страха, потому что вам нечего будет есть, вы будете умирать от страха. Если вам скажут, что вы должны быть стройным, поэтому откажетесь от еды, но критерии стройности не были заданы, то в этом случае вы схватитесь в анорексии и тоже умрёте. Если же вы поймёте, что есть надо ради жизни, а не жить ради еды, то в этом случае тогда всё станет на свои места. И в конечном итоге, опять же, цель какая в вашей жизни? Если просто быть стройным, это одно, если просто выжить, это другое, а если жить во благо державы и рода своём, это третье. Куда стремитесь, то и получаете. Род никогда не оставляет своих детей, просто так не бросает. Но при этом, опять же, только откровенность, только чистая воля, чистые помыслы способны удерживаться вот в этом роду и взаимодействовать с ним. Дальше. Вопрос от Олега из «Авроры». Алексей, как правильно переходить на вегетарианство? Существует множество способов перехода на вегетарианство, они все уже описаны многократно. Но не буду я сейчас цитировать некоторые книги, от себя, конечно, что-то добавлю. Вот мне как-то, когда я был совсем ещё молодой, у одного интересного человека спросил, ну вот Иисус такой же, вот он раз там это, ведь всю жизнь воспитывался, всю жизнь там он к этому шёл. Мне говорят, а кто тебе сказал, что он всю жизнь шёл? Говорю, ну как же так? Он говорит, да очень просто. Ушёл человек, споткнулся об камень, ударился головой, очнулся, и он уже гений, он уже там мессия у евреев. Вот, то есть была программа у него заложена. То есть можно перейти на вегетарианство вот так же, просто в один момент щёлкнуть пальцем и сказать, а мне это больше не интересно, не с точки зрения силы воли, а с точки зрения необходимости твоего тела, с точки зрения понимания твоего тела, и понимания того, что тебе полезно или не полезно. А можно постепенно, плавненько к этому идти. Значит, минусы, плюсы и того и другого. Первый, когда мы сразу переключаемся, а это будет ломка, почему? Потому что многие продукты являются наркотиками. И просто так перейти на новый продукт невозможно, по причине того, что первое, мозг завязан, а где мозг, там и мысли, а мысли, это, как мы знаем, материальные, они будут вас свербить, и вас мучить, вкусовые ощущения будут, снится будет что-то по ночам, вы будете там спать и мучиться от того, что вы голодный, вы не скушали кусок мяса, потому что сила воли ночью подавлена, и вам будут сниться очень плохие сны. Дальше, второй принцип, почему резко иногда переходить плохо, в некоторых случаях и смертельно бывает, потому что вы очень долго питались тем, что вот ели, и у вас уже бактерии, грибки и другие товарищи гельменты, они выстроены в вашем теле таким образом, чтобы помогать вам перерабатывать это всё дело и питаться за счёт этого. Поэтому если вдруг перестаёт поступать те вещества, которые им привычны, они будут в вас выбрасывать то, что вас будет заставлять тянуться к этой еде. То есть они будут вас заставлять питаться мясом. Это звучит парадоксально, может быть, но это факт. Гельменты, очень своеобразные ребята, они управляют мыслями человека через те вещества, которые вбрасывают в тело. И просто рецепторы начинают дёргаться и кричать «хочу мясо, хочу мясо, хочу мясо». То есть хотят они, а будете кричать вы. И ещё третий фактор. Дело в том, что флора и фауна, которые у вас существуют, промимо недоброжелательная, недоброкачественная, есть ещё и доброкачественная. И в том случае, если она долгие года настраивалась на переработку мяса, то она сразу не сможет переходить на живую пищу. Или хотя бы вегетарианскую. Тоже надо учитывать. Поэтому перестройка всего организма может занимать от одного месяца до нескольких лет. Плюс ко всему, помимо этого, будет происходить очистка организма. Это тоже процесс, очень такой неприятный местами. Его можно несколько ускорить, его можно несколько ослабить. Вернее, не сам ослабить, а ослабить какие-то симптомы от очистки. Но это всё будет происходить. Так что имейте это в виду. Поэтому, на мой взгляд, лучше сознательно, первое, осознать, что нужно вам это или не нужно. Вот я сейчас не говорю «не нужно» слово. Я говорю, нужно вам это или не нужно. Это первое, что необходимо сделать любому здравомыслящему человеку. Осознанно понять, почему это не нужно. Чтобы ваше тело поняло этот сигнал, чтобы мозг это закрепил. И когда мозг это закрепляет, он начинает уже сознательно тянуться к тому, что нужно, что полезно. Но это происходить должно по ступенчато. Для начала вы отказываетесь от крупного рогатого скота обязательно. Почему это, во-первых, очень близко, особенно свинина, очень близка по всем признакам человеческого мяса. И, по сути, вы занимаетесь каннибализмом, когда употребляете свинину. Это уже неоднократно. Многие учёные кричали об этом. То есть, кто поедает свинину, это отчасти такой скрытый каннибал. Отказаться обязательно от крупного рогатого скота в любом случае. Это первое, что необходимо сделать. Я отвечаю на вопрос, как переходить. Дальше подержаться какое-то время на том, что там рыба, например, или курица. И это должно вам уже просто надоесть. Вы должны понимать, что больше вы это не хотите. Это может в течение месяца, трёх месяцев, полугода. Кто-то год там растягивает. Но вы просто понимаете, что вам это больше не надо. Остаётся курица, ой, остаётся рыба. Когда остаётся рыба, то же самое там происходит, и вы понимаете, что и это вам тоже уже не надо. Организм начинает отвечать, мне это не надо. В конечном итоге вы очень просто переходите на вегетарианские блюда. Плюс ко всему, существует переходная вегетарианская пища, восточная и индийская, где очень много различных рецептов. Все они такие какие-то приторные, сладкие, кислые, солёные и так далее, перчёные. Это тоже очень хорошо воздействует на вкусовые рецепты и производит перестройку. Ну и в конечном итоге, когда вы этим всем наедитесь, насладитесь, а северному человеку это быстро всё приедается, то в этом случае вы просто будете понимать, что еда – это просто какая-то необходимость на данный момент и не более того. И будете искать способы уже, чтобы вам не заморачиваться, какие-то вкусняшки готовить, а просто перейдёте на какие-то там пропаренные или полусырые блюда, какие-то кашки, может быть, заваренные, запаренные, а не варёные, не жареные, как у нас сейчас это там, варить пять минут. Да не надо ничего варить. Распаривается прекрасно, та же самая даже перловка. И вы начнёте ощущать вкус здоровой еды с минимальным количеством соли, сахара, и вы почувствуете, наконец-то у вас рецепторы, память в мозгах освободится, рецепторы начнут улавливать естественный вкус еды. Вы начнёте как можно меньше употреблять различных солёностей, пряностей, специй. И только в праздничные дни вы это будете употреблять. У вас такое разнообразие вкусов и жизни будет, то есть точно такое же, как, например, у курильщика, который всю жизнь курил, а потом вдруг ни с того ни сего бросил курить, и через неделю он чувствует новые запахи и говорит, я в детстве как будто оказался, как будто в детстве, для меня всё новое, я чувствую все эти запахи, эти вкусы и так далее. Вот примерно то же самое будете чувствовать. То есть вы будете наслаждаться жизнью. от простой еды, от очень простой еды, просто вот от каши на воде. Всё. Ну, как-то так. Так, теперь Геннадий Романенко из Ютуба просит сообщить тебе, Алексей, на территории Украины блокируются ВК, Одноклассники, Яндекс, Эмейл.ру и так далее. Слава богам, есть ещё возможность вас слушать. Благодарю за сообщение. Да, я уже прочитал, что началась блокировка. Ну, что делать? Как говорится, голь на выдумке хитра. Русы на то и русы, что мы найдём выход из любой ситуации. Будут закрывать, выйдем открывать. Закроют, откроем. Но наступит момент, когда уже и устанут закрывать закрыватели. Идём дальше. Вопрос к Алексею от Леонида Извищина. Знакомы ли вы с книгой «Жалонс» Марка Яковлевича «Вегетарианство, загадки и уроки, польза и вред», а также с работами Сергея Вячеславовича Савельева «Возникновение мозга человека», нищета мозга, церебральный сортинг. Какие выводы можете сделать по данным работам? Я не могу сделать выводы по данным работам, потому что с ними не знаком. Идём дальше. Так, ну я в чате всё прочитала, в Ютубе тоже нет. Хорошо. Если у тебя есть свои вопросы, можешь себя задать. У меня есть вопросы, но у меня вопросы к тому прошлому эфиру, когда-то нам рассказывали про ловушки на пути духовного роста. Так. Вот вопрос у меня такой. Что собой представляет на сегодняшний день славянский мир? С кого он состоит? Из фанатиков, слепо следующих каким-то своим догмам и учениям, или из человеков, которые, опираясь на опыт своих предков, стараются приумножить его своими делами, мыслями и идеями? Это сообщество, которое развивается, или это что-то статичное, замерзшее на месте, под грузом давлеющих над головами учений? Что это такое, на твой взгляд вообще? Это большинство народу, которое просто бредёт по проторенной когда-то дороге, или это творческие люди, совершающие на своём пути открытие полезной мира? Какой у тебя интересный, длинный вопрос. Долго придумывала? Ну вот да. И дело соображало, какой же Алексей вопрос-то задать. Да, ну давай по порядку. Чтобы он нам рассказал. Что такое славянский мир? Славянский мир не возник просто так на ровном месте, и это не прилетели товарищи с других земель и не организовали здесь колонию на данный момент. Вот мы говорим про данное время. Славянский мир возник на тех основах, которые сейчас в обществе существуют, в этом мире существуют, на тех основах, которые когда-то были, на тех основах, которые были кем-то придуманы, и организован он теми людьми, которые сейчас есть. Ты с этим согласна? Ну согласна в какой-то степени, да. А в какой не согласна? В какой-то степени ты не согласна с этим? Может, у тебя какое-то своё видение есть? Ну я хочу послушать, как дальше сказать. Понятно. Значит, пока согласна без какой-то степени. Значит, получается следующее, что поскольку у нас есть люди, которые нас окружают, которые воспитывались, именно слово «воспитывались» не в славянском мире, а в той самой цивилизации, то в этом случае они отравлены этой цивилизацией по полной программе. Они привязаны к игр-эграм, у них мозги засорены алчностью, жадностью, стяжательством и так далее, и тому подобное. И очень часто встречаешь следующее, что человек говорит правильные вещи, но при этом закрывает за собой дверь, например, и продолжает делать то, что он там делал. Или пообщался с тобой на каком-то празднике, над костром позависал, какие-то слова произнёс, очень важные требы принёс, пообщался, песни попел. Ну всё замечательно, всё хорошо. Прямо творческий вечер прошёл. Потом он садит в свою машину, снимает с себя рубашоночку, вышиваночку, расшиваночку, поясок, очелье, одевает на себя цивилизационную одежду и поехал опять творить те дела, которыми занимался до этого. Встречал такое, наверное, да? Встречал, да. Да. Это говорит о том, что славянский мир неоднороден уже даже исходя из этого. Раз так, то всё, что ты сказала, и фанатики, и искренне ведающие, искренне верующие, и сочувствующие, и те, которые просто увлечены этим процессом, они присутствуют, никуда от этого не деться. Другое дело, ну я думаю, что уже ответил на твой вопрос, что такое славянский мир, да? Другое дело, что с этим делать? Насколько он статичен, не статичен, как говоришь? Он не статичен. Почему? Потому что сейчас всё больше и больше появляется разных течений, где-то уводящих людей в сторону, где-то открывающих людям правду, где-то течений, которые в себя включают и то, и другое третье для того, чтобы дать людям возможность как-то двигаться и что-то начинать понимать, прозревая. Вот, поэтому никакой статичности сейчас нет. И всё происходит постоянно вот здесь и сейчас и развивается также здесь и сейчас постоянно. Мы сейчас говорим, значит, какая-то новая волна произошла от нас и она разошлась по тем ушам, которые нас услышали. В уши влетело, мозги начали работать, а раз работают мозги, и создаются мысли, значит, и мир тоже меняется. Поэтому никакой статичности нет. Вот, что же касается того, а что дальше-то делать, да? Дальше дело следующее. Включая здравомыслие, о чём я уже говорил, отвечая на первые вопросы, без этого нам дальше не выжить, без этого нам дальше не существовать, не жить. Вот, здравомыслие – это основа того, что сейчас мы хотим сделать, хотим построить. Без этого, в общем-то, ничего не получится. Как включая здравомыслие, я думаю, что тоже сейчас говорить особо много не буду. Существуют прекраснейшие, короткие записи и длинные лекции известных людей, которые про здравомыслие говорили вдоль-поперёк и приводили кучу примеров. Если кому-то интересно какие-то практические действия, опять же, задавайте, буду на них отвечать. Что ещё из твоего вопроса я не озвучил? Озвучил вроде. Всё. Так, ещё есть вопрос? Так, ещё есть вопрос, но не от меня уже. От Надежды Тишаковой. Вопрос с Алексеем. Ответь, пожалуйста, о смерти Сергея Данилова. Как же такой человек мог умереть от рака? И как же нам, простым людям, верить после этого в славянство? И всё, что оно под этим подразумевает. Просто крик души. Слышу твой крик, Надежда. Слышу. И правильный крик, в общем, достаточно серьёзный. Но давайте так. От рака умирает огромное количество людей, не только в славянстве. Если мы сейчас посмотрим, сколько буддистов умерло от рака, сколько мусульман, сколько иудеев, сколько христиан и так далее, мы зададим себе вопрос. И сколько атеистов, кстати, умерло. Зададим себе вопрос. Ты что же, вообще что ли не жить? По что верить-то? Потому что все говорят о правде, все говорят о здоровье, все говорят о совести. Ну, или так или иначе её упоминают. Атеисты говорят о том, что Бога нет, человек здоровый должен быть, крепкий, познавать этот мир, быть царём природы, но смертность от рака присутствует. Значит, не всё так гладко. Любые представители традиционных, так называемых в России, конфессий то же самое говорят, но от рака умирают направо и налево. Буддисты и те тоже от рака умирают. Индуисты и прочие-прочие тоже от рака умирают. Поэтому надо рассматривать, наверное, рак не как заболевание, а как нечто другое. Вот, как что, нечто другое. Вот, мне сейчас интересно, надо об этом говорить или нет? Наверное, не надо, чтобы люди сейчас начали задумываться. Хотя, немножечко подскажу. Дело в том, что онкология, она возникает по многим причинам. Первое, потому что она необходима с точки зрения, опять же, кармических связей. И здесь лечи её, не лечи, ничего не получится. Второе, она необходима как урок, который человек проходит, и онкология как следствие каких-то неправильных мыслей, деяний, и это излечимо. Если человек осознаёт этот урок, если он перестаёт делать неправильные действия. И онкология иногда бывает как защита для того, чтобы вывести человека в другое состояние и убрать его отсюда. Вот. То, что произошло с Сергеем Надиловым, я отслеживал эту ситуацию, общался с людьми, которые с ним были чуть ли не до последней минуты, он сказал, если, ну, примерно, так сказать, если мне нужно было бы выйти из этого состояния, я бы давно вышел. То есть, ему задали вопрос, ну, как же так, ты такой мудрый дядька, ты там об этом всём говорил, тебя там тысячи, миллионы слушают, почему ты себя от рака-то не вылечишь? Говорит, ну, говорил, ну, видимо, видимо, не хочу, видимо, на это есть причины. Вот. Поэтому, для того, чтобы понять, почему люди умирают от рака, необходимо понимать, что такое есть рак-онкология. Это первое. И второе, необходимо понимать, как люди уходят. Естественно, что сейчас, на сегодняшний момент, существуют и некие структуры, которые иногда используют эти методы ухода, так называемые, очень активно для того, чтобы отсюда кого-то убрать. Но самое-то интересное, что ни один демонический пласт, а это именно демонические сущности, демонические существа, не существуют, не работают без разрешения на то светлых. На сегодняшний момент активировался, активировался, вернее, переход из состояния тьмы из состояния мрака в состоянии света и тому подтверждением многие случаи, не буду сейчас упоминать с кем, о так называемых подписаниях договора света. Это реальные договора, когда присутствуют представители тёмных, представители светлых, и люди, на которых возлагается, они подписывают договор. Дальше распространяться не буду, думаю, что такая информация не для всех будет понятна. Но суть в том, что это происходит. Так вот, ни один тёмный товарищ не может действовать без разрешения на то тех, кто здесь проявляет свет, которые здесь всё это устраивали. И если дано добро на уборку кого-либо, на вывод из игры, таким способом, это говорится о том, что пришло время ухода отсюда этого человека. Каким образом он уйдёт? Через аварию, через удушение, через пожар, или через онкологию, или через инфаркт, или ещё через что-то. Это другой разговор. Поэтому я не являюсь Сергеем Даниловым, я не являюсь его каким-то близким соратником, который бы с ним находился постоянно. Поэтому отвечать, какой из способов или вариантов здесь употреблялся и применялся, для чего я не буду. Я всего лишь на все рассказал то, что может на сегодняшний момент проявляться и то, что есть. И так вообще крик души — это понятен. Дальше, Тианы, вопрос, да. Реплика у эфира Тианы. Алексей, строим с мужем дом. Посмотрели видеоролик Сергея Данилова «Сказку о репке». И возник вопрос, правда ли, что строительство крыши влияет на энергию в доме? Благодарю. Тиана, да, на самом деле строительство вообще влияет на всё, потому что вы строите дом для жизни. И надо так или иначе подстраивать этот дом, его архитектуру, все углы и высоту и так далее под себя, под свои энергии. И в зависимости от того, какая у вас энергия, какого вы направления, относитесь ли вы к серым, к тёмным, к светлым, кто вы по своей жизненной позиции, вы тот, кто консервирует, то есть собирает энергию, собирает знания, или вы отдающий, или вы так или итак, зависит и тот угол крыши, и те размеры, которые в вашем доме должны присутствовать, плюс ко всему и материалы. Вот, поэтому то, что там сказано, это правда, я бы не стал, конечно, привязывать к колобку, ой, к репке привязывать, рассказал бы, может, другим путём, но репка прекрасно сюда подошла, и Сергей молодец, что это всё озвучил, и здорово, запоминается очень хорошо и просто. Так что я считаю, что в этом есть определённая доля смысловая, и это как минимум надо изучить, и как максимум это надо применять в жизни. Вот такой мой ответ. Так что и в крыше, и в стенах, и в высоте, потолков, и в материалах ещё сделан дом заложено очень и очень много. Дальше. Подсолнух, да? Владимир Миров, вопрос эфира. Извините, я пропустил ответ на вопрос о том, почему Бог любит Троицу. Прошу повторить, если не сложно, заранее благодарю. Ничего никто ещё не пропускал, потому что я не отвечал на этот вопрос, и такого вопроса я не видел. Бог любит Троицу. Да потому что всё триедино. Если посмотрим на этот мир, то он триедин, и все светила, имеющие определённый уровень своего развития, они светят в трёх мирах. И три мира взаимосвязаны между собой, никуда не деться для человека, во всяком случае. Надо учитывать, что человек — это только маленькая часть его жизни и воплощения здесь, на Земле, или на других землях. в тех телах, которые человеку принадлежат или схожи с человеческими. Но существуют ещё и другие варианты существования, развития. Есть миры, где не только тройственность, там намного больше измерений, есть миры, где меньше измерений. Но в данном случае мы говорим про человека. Вот здесь всё тройственно, всё абсолютно тройственно. И миры, которые мы знаем, это правь, явь и навь, они также между собой связаны, и все они объединяются так или иначе с лавью. Даже в наве, казалось бы, славь всё равно может присутствовать, без неё не может ничего быть. Поэтому славь является объединяющей, но она соединяет три мира. А даже если бы не было слави, всё равно эти три мира существовали между собой. вот такой ответ. Поэтому и когда говорим про Троицу, и эта Троица присутствует в каких-то религиозных учениях, течениях, вот там Троица тоже присутствует, потому что были вполне умные люди, которые поняли, что это всё взаимосвязано, от этого уйти нельзя, и взяли это на вооружение. Тем более, что те самые Мышахи, Мессии и Христосы, они почему Христосы, не Христос Христосы, потому что их было много, они несли своим народом различные направления новые, которые должны были этот народ поднять на новый уровень развития. Ну, кто-то воспринимал, кто-то не воспринимал, кто-то двигался, не двигался. Вот, я не хочу сейчас затрагивать тему, подходит ли, например, русичам, славянам какое-либо религиозное учение, об этом было множество передач, и в Ютубе записано много чего, поэтому сейчас не об этом говорю. Но суть в том, что так или иначе различные религиозные течения также это объединяют и также этим пользуются. Ну, всё нормально, хорошо, а как без этого? Идём дальше. Можно я спрошу? Спрашивай. Что такое полтора? Вот что ты ко мне с этим полтора пристаёшь? Вот давай так, у нас есть школа-буквицы, вот туда придёшь, тебе там всё подробно расскажут. Что такое полтора? Меня туда не пустят с таким вопросом. Ты такая противная? Это ты к Алексею и тебе спрошу. Да ладно. Я сейчас не буду отвечать, что такое полтора. Вот. Я хочу, чтобы сейчас мы ответили на те вопросы, которые связаны всё-таки по теме, потому что этот вопрос, он требует кое-что нарисовать и показать. Ну ладно, хорошо. Ладно, идём дальше. Это как раз вопрос по теме троицы, ну ладно. Ну трои, ну ладно, ладно, хорошо. Пускай это будет троица в твоём представлении. Идём дальше. Вопрос в эфир от Подсолнуха. Здравия, Алексей. Слышал ли ты о хронопутешествиях и регрессиях прошлой жизни? Если да, то как относишься к различной информации, которую дают люди, находясь в полугипнозе? Например, о Душе и Мироздании, жизни и о прошлом доисторического человечества? Благодарю. Я отношусь к этому вполне хорошо, также вообще хорошо ко всему, что есть в этом мире. Парадоксально звучит, да, я отношусь ко всему хорошо, что есть в этом мире, в том числе и к таким явлениям, таким явлениям, таким лицам, таким человекам, которые этими вопросами занимаются. Для нормального человека никакие прошлые жизни с определённого этапа его развития не закрыты. Любая информация, любые знания открыты. Сразу же предъявлюсь вопрос, а почему нам сейчас много закрыто? Это примерно из той же серии, а почему обезьяне не дают автомат Калашникова или Гранату? Кто не видел роликов, как обезьяны стреляют из автомата Калашникова, посмотрите, будете долго смеяться, как темнокожие ребята, которые ради шутки дали автомат Калашникова обезьяне и не разрядили его, что она потом дальше устроила, как они быстро оттуда, с этого места все убежали. Вот, значит, сознание человека — это ловец мыслей и управитель мыслями. И какие мысли мы ловим, то мы создаём. Мир — это большая копировальная машина, которая усиливает и возвращает нам всё. Добро так добро, зло значит зло. К сожалению, мы сейчас отравленные цивилизацией умеем только разрушать. Даже во благо мы разрушаем. Поэтому если мы сейчас начнём поднимать тот плац знаний из прошлой жизни, который с нами всегда, и он от нас никуда не отвалился, он просто в закрытом сундучке находится, то в этом случае мы будем направлять его не во благо, а на разрушение. Мы возьмём самое худшее, что там было, и разрушим всё, что есть сейчас. Поэтому с точки зрения предохранительной системы, мир устроен очень хитро, предохранительные существуют и действуют, эти тумблеры отключены до поры до времени. Как только уровень сознания срабатывает, переходит на новый уровень, то автоматически тумблер включается постепенно, не все сразу, но включается что-то. Сначала приходят продовые нити сообщения, потом приходят из пространства сообщения, потом через продовую нить пространства подключается тот самый сундучок и начинают вытаскиваться оттуда очень важные события, как хорошие и плохие. И человек уже, находясь на новом этапе развития, на более высоком, может их применять во благо. Поэтому и закрыто много. Я ответил на вопрос? Ну, наверное. Дальше идем, да? Ну, давай дальше. Реплика Тианы. Алексей, как ты относишься к подвесной колыбели для ребенка? Ведь не зря наши предки именно в колыбели проводили первые месяцы своей жизни. Каково твои отношения? Благодарю. Если бы я был сейчас младенцем, я бы свою маму попросил, чтобы она мне сделала такую колыбель. я очень-очень хочу, чтобы такие колыбели были в каждом доме, чтобы каждый новорожденный ребенок испытывал ощущение полета и чтобы он испытывал ощущение близости с этим миром. потому что колыбель — это не фиксированная кроватка, стоящая на четырех ножках, а это, если правильно ее сделать, она еще и немножечко пружинит. А это именно ощущение полета. Через ощущение полета не теряется связь с тем добрым и светлым, что всегда присутствует человек от рождения. Поэтому колыбель — это очень и очень правильно, это очень и очень сейчас нужно. Ответил всё? Ну, если ты хочешь еще что-то спросить, я тебе отвечу. Нет, я не хочу. Я хочу, чтобы меня покачали. Вот, видишь, тебе захотелось. Так, дальше. Реплика в эфир от Подсолнуха. Я спрашиваю, это к предыдущему. Я спрашиваю, потому что кучу из них хронопутешествий и регрессий переслушал с тех пор, как на них наткнулся и каждый раз открываю что-то новое, сопоставимое с лидической информацией. Ну, так замечательно. Просто надо еще понимать следующее, что не все кошки серы и не все сказители-предсказители хронопутешественники и регрессирующие одинаковые хронопутешественники и регрессирующие. Это тоже надо учитывать. Иногда мы встречаем людей, которые себя как-то называют громко, но при этом никакого отношения к тем, кем себя величают, не имеют. И вот тут надо включать здравомыслие, о чем уже говорилось раньше. Но, возможно, он сомневается, что можно ли доверять такой информации? Все проверяется через здравомыслие. Никакого другого варианта не может быть. Вроде как и совпадает с единической, а вроде как... Ну да, такое есть, иногда сомневаешься, что... Может, это все привиделось или просто совпадение. Ну, в общем, да. Бывает, конечно, бывает. Но еще раз говорю, не все кошки серые, не все люди одинаково это могут воспринимать или видеть. Плюс ко всему надо учитывать, что человек, он не способен напрямую, здесь очень важно следить, как говорится, за руками, напрямую передавать те видения, которые ему были предъявлены. Человек сначала это проводит через свои ассоциации мозговую деятельность, то бишь, этот образ у него переводится в понятные ему образы, и только после этого он понятными ему словами пытается этот образ донести до других людей. То есть первичный образ уже может полностью быть исковеркан, изменён, только исходя из того, в каком социуме воспитывался человек, какая у него база мысли и прочее. Иногда начинаешь слушать таких сказителей и понимаешь, что вот процентов пять тут правда, остальное это наносное от его уже самого. Ну да, как это? Слово изречённое есть ложь. Да, твоя поговорка уже не первый раз я слышу. Да, конечно, конечно. Поэтому человек он всегда обязан для того, чтобы другому донести на сегодняшний момент, это как-то переформатировать. Это его обязанность. Он не может по-другому сделать. Вот так обязали его. То есть он не может транслировать образ, который получил. Если бы он транслировать мог напрямую образ, в этом случае не нужны были посредники из регрессирующих предсказателей, медиумов и так далее. Все бы сразу получали это. На сегодняшний момент уже пока только так. Больше вопросов тут я не вижу. Замечательно. Ну вот ответили мы на все вопросы. Это уже хорошо. Это уже здорово. Будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Если хочешь, что-то можешь сказать от себя. Благодарю, что ты ответил на все вопросы, Алексей. Благодарю наших слушателей за общение, за вопросы, за всегда живое участие, за помощь, за все. Приятно было пообщаться. Ну что ж, друзья мои, напоминаю, что сегодня на 16 мая 2017 года вторник по одному из современных календарей 35-й день месяца посева на реченье 1525-го лета шестица по одному из старинных календарей. С вами был Алексей Орлов, с вами была Светлана. Я прощаюсь с вами. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Народное Славянское радио Все нужно, все важно. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова